В детстве будущая императрица Российской империи была сущим сорванцом. В то время Софью Фредерику звали просто Фике. Любимым развлечением девочки было зажать подушку между ног и скакать на ней до полного изнеможения. Позднее эта детская забава и более взрослое увлечение мужчинами поспособствуют тому, что Екатерину Вторую нарекут нимфоманкой. Эпизод с подушкой я бы точно не приписывала конкретно Екатерине, потому что когда у ребенка возникают какие-то ощущения, зуд в области промежности, то дорогие родители, пожалуйста, пусть ваш ребенок даст анализ на глистке. Думаю, что это просто был врожденный темперамент. Была не патология, это был врожденный темперамент, который она с успехом реализовала, потом, когда стала повзрослее. Однажды вечером резвязь в Фике зацепила шкаф, он на нее упал. Немецкий врач поставил диагноз – искривление позвоночника и прописал Фике круглосуточно носить железный корсет, а спину смазывать слюной девственницы. Если у Екатерины была психосоматика, вполне возможно, что слюна молодой девственницы ей помогала. Но если там были реальные боли, то думаю, что это байки. То ли корсет, то ли слюна, но что-то помогло. Фике выздоровела и на всю жизнь сохранила свою гордую осанку. А вот лицо – отвратительная дурнушка – говорила о девочке мать. Сама Екатерина оценивала свою внешность, как никогда не красивую. И тут же добавляла, она ей всегда нравилась. И в этом моя удача и мое счастье. Фике было всего 16, когда ее немку привезли в Россию в качестве невесты для наследного принца. Несколько недель девушка томилась в ожидании. А понравится ли при дворе? А будет ли свадьба? Вместо слез и истерик – железная воля. Фике решает стать русской. Ночью, чтобы не уснуть, она ходит босиком по холодному полу и зубрит, зубрит эти невыносимо сложные русские слова. Ба-ба, плетень, палатье. Для меня в первую очередь говорит это о том, насколько же ей плохо было там, откуда она приехала. И Россия ее действительно поразила тем, что здесь все по-другому. Что поразило юную, скажем, будущую принцессу в Петербурге? Вот такая маленькая деталь, ни золото даже, ни серебро. Арбузы для нее будут подавать круглый год. Кроме всего прочего, Фике зубрила молитвы, чтобы стать русской, нужно быть православной. Позже ее часто будут попрекать, придала родную веру. А Фике просто очень не нравилось, что лютеранский пастор, не находя ответов на ее вопросы, сильно бил девушку розгами. Несмотря на благородную кровь, детей ставили на горох и ставили на гречу в лютеранских семьях, причем ставили до такой степени, что это травмировало колени, затрудняло походку ребенка. В ее русских покоях стоял невыносимый холод, и Фике простудилась. Это не насморк, это воспаление легких. В тяжелой форме, в тяжелейшей форме. То есть тут присутствуют определенные нервные переживания, которые говорят о том, что не все еще сразу было решено. Все решила сама Фике. Она тяжело больна, практически на пороге смерти. Ей пускает кровь. За месяц 16 раз. Ее мать, видя как плоха дочь, вызывает пастора. Но Фике требует православного священника. И юная принцесса поняла, что если она не станет православной, она не станет никем. Что в момент вот этой тяжелой болезни она приглашает к себе Симона Тодорского. Это был такой православный светоч православия того времени. И он ее консультирует, говорит, что нужно сделать для того, чтобы принять православие. Это окончательно подкупит царский двор. И наконец-то будет назначен день венчания. Наверное, единственное, что ее спасло, это ее амбиции. И ее холодный расчет. О том, что жених некрасив, Фике знала с самого начала. К тому же, накануне венчания Петр переболел оспой. Его черты огрубели, лицо вспухло, а огромный парик только уродовал. Петр был на год старше, но выглядел полным идиотом. Брачная ночь. Ее обставили с помпой. Императрица Елизавета собственноручно отвела новобрачных в их покое. Фике осталась в прошлом. Теперь она Екатерина, а рядом ее супруг. Они – великие князь и княгиня. Как только Елизавета умрет, именно они займут императорский трон. Перед брачной ночью Екатерина вся дрожит от страха. Екатерина II осознавала уже с первых дней, что, ну, мужа, мягко говоря, не любит. Долг превыше всего. Она сделает все, что от нее хотят. К слову, демонстрацию невинности невесты никто не отменял. Ночь прошла. Но, увы, брачная ложа осталась девственно белым. По приходи супруга всю ночь напролет молодожены играли в войну. Сейчас историки, пытаясь реабилитировать доброе имя Петра, говорят, идиотом тот не был, он просто был военным. Как он мог быть военным, подготовленным человеком, если он не имел практики? А одним из элементов тогдашней практики, учения – это были игры в солдатиках. А если они играли с супругой в солдатиках, он очень сильно доверял. Но такое доверие Екатерину напугало. Позднее, это свою первую брачную ночь, она будет вспоминать с презрением и позором. Еще позорного здесь нет. Наоборот, это открывают незнанные стороны их отношений. Доверял, привлекал к своим делам. Но то, что она уже не понимала или смотрела на вещи по-другому, ну, это уже вещи другого порядка. После первой ночи наступила вторая, третья, десятая. Сценарий развлечений тот же. Сплошные игры, то в подкидного дурака, то в солдатиков. Безусловно, понятно, что Екатерина II столкнулась с таким пренебрежением, с таким унижением себя не только как личности, но и прежде всего как женщины. Однажды Екатерина проснулась от запаха дыма. Ее муж, Петр III, стоял посреди комнаты со шпагой в руках и пытался пронзить ею подвешенную за задние лапки крысу. Позднее выяснилось, крыса съела его любимого часового, стоявшего на страже картонной крепости. И он, великий князь, приговорил преступника к смертной казни. Нужно понимать, что ее муж был, ну, по сути, серьезно болен. И, честно говоря, он не только был садистом, и он действительно издевался над ней. Итак, супруг Екатерины Петр – садист, идиот, шизофреник или просто несчастный человек. Он застрял в этом детском возрасте. Это такой способ укрыться от мира, с которым ты вообще, которого ты боишься, ты ничего не понимаешь. Я не хочу ставить диагнозы, использовать какие-то психиатрические термины, но понятно, что с ним было очень сильно все не в порядке. С самого детства Петр III был разменной монетой. Его царская родня никак не могла решить, на какой именно престол его усадить – русский или шведский. Он был внуком Петра I по дочери Анне Петровне. Прямым внуком Петра I по материнской линии. По отцовской линии у него среди его предков и родственников звучат такие даже блистательные фамилии, как шведский король Карл XII. Его мама, Анна Петровна, умерла, когда ребенку был месяц. Был устроен фейерверк, она простудилась и умерла. До 11 лет его воспитывал отец. Когда мальчику было 11 лет, и отец умер. Мальчик то зубрил латынь и немецкий, то русский и французский. В голове сплошная каша. Да и с воспитанием особо не церемонились. Чуть что били розгами. Нужно понимать, что он искалеченное существо. Его воспитывали два жестоких человека. Все воспитание сводилось к наказаниям, угрозам и запугиваниям. Воспитание было достаточно жестким, еще раз подчеркиваю. И обучаясь шведскому языку, ребенка часто кормили розгами, как тогда говорили, или соленой водой. В общем, это продолжалось настолько долго, что уже став наследником престола, он только тогда расстался с этими двумя своими столь назойливыми воспитателями. Тотар был слабоволен, но не слабоумен. К такому мнению все чаще приходят современные историки. Что же касается сплетен о ненормальности Петра Федоровича, то берутся они из мемуаров самой Екатерины. Именно она считала мужа идиотом и ничтожеством. Говорить о том, что он был безграмотным или ничтожным, ну, мягко говоря, не приходится. Сейчас эта точка зрения, которая долгое время была в нашей науке, она пересматривается. Откуда возникла такая точка зрения? На престоле был недолго, следовательно, ничтожный и недостоин этого престола. Вот примерно такая схема. Екатерина раздражалась, даже когда муж играл в иноскрипки. Справедливости ради нужно отметить, что многие оценивали его музыкальные способности выше средних. Но только не Екатерина. Эти звуки она ненавидела всей душой. Почему? Да потому, что страдала от редкого расстройства слуха. Спасибо, Владимир. У Екатерины Второй были некоторые сложности с восприятием музыки, и в ее ушах та же мелодия звучала приблизительно вот так. Спасибо, Владимир. Достаточно. У Екатерины Второй, скорее всего, была так называемая сенсорная амузия. Человеческим языком это звучит приблизительно как невосприятие мелодики, то есть мелодии и ритма музыки. Когда проходил звук, звуковая волна через всю проводящую систему, в голове формируется звуковое ощущение, которое дальше распределяется на другие участки головного мозга и вызывает у человека определенные ассоциации восприятия. То есть появился ритм, человек уходит, хлопает в ладоши, притопывает ногой. У Екатерины Второй звуковая волна прошла, и что-то очень смутное, размазанное формируется в голове. Но, к сожалению, очень редкое заболевание и очень плохо лечится. Вернее, оно совсем не лечится. Это была их трагедия. Они категорически не подходили друг к другу. Она ненавидела музыку, а он так любил свою скрипку. Позднее будут говорить, что Петр специально над женой издевался. Я думаю, тут тоже присутствует гипертрофированное представление. Хотя, возможно, были такие ситуации, что он предложил ей пару кантат, или как там скрипичные эти произведения называются, прослушать, ей не понравилось. Ей не понравилось. Отсюда у государыни такое вот восприятие. Может быть, он еще третий раз назойливо предложил, типа вот, хотя как бы показать себя с какой-то такой стороны, для него обычный. Но у человека есть слух, ему это приятно. У человека нет слуха, ему это неприятно. Позднейшие же любители раздули и превратили в это антагонистическое, как же, по противоречии. Впервые истинно доверилась ему и влюбилась. Они занимаются этим ради сексуального удовлетворения. У Екатерине ничего не стоило скрывать от всего двора, беременна она или жене. А она скрывала это. Это демонстрация, что ты ущербник. Придворные были ошарашены. Несмотря на ее невероятную любвеобильность, любовь никогда не мешает ей принимать государственно важное решение. Катание на лошадях – вот ее отдушина. Купаясь в волнах свежего ветра, Екатерина чувствовала, что она свободна и счастлива. Ездить Екатерина предпочитала не в женском, а в мужском седле. Недоброжелатели эту ее страсть мигом подметили и опошлили. И стали говорить, что так Екатерина компенсирует отсутствие любви, потому что страдает бешенством матки. К матке это заболевание не имеет никакого отношения. Это больше психологическая проблема у женщины. То есть женщина пытается заместить, заменить что-либо, может быть, то, что у нее не получилось в жизни, сексом. В большом количестве, причем в каких-то альтернативных формах. Могла ли Екатерина получать сексуальное удовлетворение, катаясь на лошади? Спорный вопрос. Современные ученые однозначного ответа не дают. Мы знаем очень много видов спорта конного, в которых выступают женщины. И вряд ли у кого-то закроется какая-то, скажем так, мысль о том, что они занимаются этим ради сексуального удовлетворения. Или мы бы видели какую-то реакцию, свидетельствую о том, что они получают сексуальное удовлетворение в процессе, скажем так, вот этих вот спортивных состязаний. Возможно, опять же таки, Екатерина таким образом получала удовольствие. Но, опять же таки, сто процентов сказать нельзя. Несколько лет Екатерина терпела мужа и его ночные игры. О том, что Петр болен по мужской части, знал только узкий круг приближенных. Он и хотел бы стать мужчиной, но врожденная, по другой версии, приобретенная болезнь фимоз, сужение крайней плоти, не давала ему никаких шансов. Среди царствующих особ очень популярны такие близкородственные связи, браки, вернее, которые повышают риск различных генетических аномалий. Возможно, у него есть такое заболевание, как гипосподия, которое может тоже сопровождаться искривлением полового члена, нарушением, скажем, отсутствием стенки уретры мочеиспускательного канала на определенном протяжении. Возможно, это было причиной. Несколько лет царский двор жил ожиданием наследника великой княгини и великого князя, но детей не было. Многие годы он не прикасался к ней, потому что не мог сам. А она скрывала это. И вся вина падала на нее, и она выдерживала невероятный прессинг от всей четы царской извне, потому что вся вина в том, что они не преподносят наследника, ложилась на нее. Справедливости ради нужно сказать, что сам Петр от своего сексуального бессилия очень страдал. Может, потому и вел себя с Екатериной как ребенок. Ведь быть мужчиной он при всем желании не мог. Эти мужчины являются большими страдальцами. Они могут впадать в депрессию, у них могут возникать раздражительные состояния, в основе которых лежит неудовлетворенность своими мужскими способностями, своими мужскими качествами. В какой-то момент Екатерине позволили иметь любовников. Первым был коммергер ее мужа, красавец Сергей Салтыков. Он войдет в историю как первый фаворит и единственный мужчина Екатерины, который был ее старше. Хоть и ненамного, всего на три года. Екатерина наконец-то искренне влюбилась. Ей подготовили другого человека, от которого, возможно, она и родила своего первого ребенка. Но нужно понимать, что она впервые истинно доверилась ему и влюбилась, позволила открыть свое сердце. А потом, после родов, она узнала, что это было все подстроено. До этого говорили, катание верхом – вот причина отсутствия наследника. С появлением в ее жизни фаворита ситуация изменилась. Екатерина забеременела. Это Павел, долгожданный сын Екатерины Великой и Петра Третьего. А может и не Петра? Павел Петрович родился только через 9 лет после свадьбы родителей. За год до этого законному мужу Екатерины все же сделали хирургическую операцию. И он стал полноценным мужчиной. Так что историки до сих пор спорят, кто отец ребенка. Мое мнение, что сыну Павлу свои черты характера и черты внешности более передал Салтыков. Почему мы можем судить? По целому ряду признаков. Это высоко посаженные, немного прямые и уходящие вниз брови. Это прямой, длинный, с небольшой горбинкой нос. При этом кончик носа торчит вверх. Сам Павел считал своим отцом Петра, а потому, взойдя на престол, первым делом перезахоронил прах отца своего со всеми почестями. Вскрытие показало геморрой, маленькое сердце, определенное истощение правой руки, никакого фимоза, никаких опухолей в мозгу и тем более никаких проблем. С продолжением рода, после операции, которая устранила, у государя не было. Но этом тоже крутят, спекулируют. После рождения сына Екатерину было не остановить. Войдя во вкус, она влюблялась снова и снова. Она была настолько измучена. И, конечно, у нее был серьезный комплекс неполноценности, себя как женщина, который потом компенсаторно стал реализовывать в этих ее связях. Первые любовники молодой Екатерины были не всегда с ней любезны. Некоторые даже позволяли себе назначать ей свидание и не приходить на них. Екатерина не очень от этого страдала. Вскоре один не особо прилежный любовник замечал, что любимая баллонка Екатерины с удовольствием идет на руки к другому, а на него яростно лает. Так с помощью маленькой собачки весь двор понимал, кто именно теперь в фаворе. Екатерина умудрялась не только изменять мужу, но и тайно рожать детей. Ее любовь к народному платью сыграла добрую службу. Любое платье народное призвано было скрывать многочисленные, частые или даже бесконечные беременности и роды. Русское платье не исключение. Оно действительно всячески скрадывало своими складками, объемами и специальным кроем, продуманным очень тщательно веками, процесс приобретения живота, а также его потери. Поэтому Екатерине ничего не стоило скрывать от всего двора, беременна она или же нет. Когда Екатерина рожала первого внебрачного сына, ее слуга поджег свой двор. И Петр, большой любитель развлечений, помчался смотреть на пожар. А вторых родок императрицы уже от Алексея Орлова Петру донесли. Он не сдержался и прилюдно высказал свое мнение о жене. Вот дура. Придворные были ошарашены. Но отсюда мы можем делать такой вывод, что ругались они на публике не часто. Если даже такое невинное слово вызвало шок определенный у придворных. И многие источники говорят о том, что с этого момента у Петра Третьего появилось и желание, и стремление. Сначала в монастырь, а потом под арест. Григорий Орлов. Очередной фаворит Екатерины. Невероятно красив, храбр и совершенно необразован. Любви Екатерины Орлов добивался долго и настойчиво. А еще он очень хотел стать императором. Но как это сделать при живом-то муже Екатерины? О планах мужа заточить ее в монастырь Екатерина, конечно, знала. Спасти ее могла только его смерть. И Петр умер. По официальной версии, Петр Третий, император, который всего-то и провел на престоле полгода, неожиданно скончался от геморроидальных коликов. По версии неофициальной, Петр был убит фаворитами своей жены, братьями Орловыми. Впрочем, сейчас говорят, Екатерина рук убийством не марала и в заговоре не участвовала. Обстоятельства 17 июля 1762 года до сих пор не выяснены, я подчеркиваю. Когда его похоронили в Александро-Невской лавре, Екатерина II, правда, инкогнито, но пришла на похороны и воздала все почести. Как это мало похоже на поступок организатора убийства или же соучастницы убийства. Отныне Григорий Орлов повелевал ее сердцем. Завоевав место в императорской спальне, фаворит всерьез рассчитывал и на императорский престол. Он даже бил свою любовницу, императрицу. И Екатерина терпела. Вот только синяки от фрейлин стыдливо прятала. Может, думала, бьет, значит, любит? Бьет, значит, не может управлять собой, демонстрировать свою беспомощность. Биологически мужчина сильный, он самец. У него мышцы, у него кости. Он заведомо более сильный. Демонстрация своей силы перед женщиной, перед заведомо слабым, это демонстрация, что ты ущербный. Несколько лет Екатерина Великая терпела такое низменное отношение к себе. Была благодарна. Если бы не Орловы, муж заточил бы ее в монастырь. Вот и потакала всем капризом красивого фаворита. Он лежит на кушетке, когда императрица разговаривает с министрами. Называет любимую на «ты», обнимает и целует при посторонних. На определенном этапе жизни Екатерина говорила, я боюсь этих людей. И она действительно боялась. Она не знала, что ожидать от братьев Орловых. И очень медленно она, что называется, потихонечку отошла от этих отношений. И Орлов очень злился по этому поводу. Он был готов оставаться с ней дальше. И она сумела уйти от этих отношений. Она сумела уйти из этой зависимости совсем не сексуального характера. Силач и красавец. Григорий Орлов долго уговаривал Екатерину выйти за него замуж. Она почти согласилась, но одумалась, когда услышала из уст придворного фразу «Приказание императрицы для нас закон, но кто же станет повиноваться графине Орловой?» Она была очень разумна, что отмечали все мужчины при дворе, а также государственные мужи других стран. Они говорили, что несмотря на ее невероятную любвеобильность, любовь никогда не мешает ей принимать государственно важное решение. А это значит, что здравый рассудок никогда не перекрывался ее эмоциями. Екатерина любила разнообразие. Ходить по самым грязным борделями притонам в Санкт-Петербург. Ее это привлекло. Ну вот где-то они встретили, и тут ему что-то выбило, тот остался без глаз. Растянутая во времени месть. Он публично ее никогда Катенькой не называл. Это все легенды и байки. В этом ее заслуга. Государыня не сближалась с мужчинами, грубые, которых она не любила. Большие люди обрастают большими мифами. В жизнь императрицы ворвалась новая любовь. Как-то Екатерина Вторая с братьями Орловыми играла в бильярд. Императрица уже стара, ей за сорок, Потемкину чуть больше тридцати. Он камергер ее фаворита Григория Орлова. Высокий, красивый, предупредительный. Не гляди на матушку, как голодный кот на сырую печенку, хвост выдернем, предупредил парня Орлов. «А мне третий не мешает», – капризно ответила Екатерина. Свой дубовый кий Орлов переломил, как тростинку. И началась драка. Различные исторические источники эту сцену подают по-разному. Но суть одна. Братья Орловы ополчились против Потемкина. Битва была явно неравная. Потемкина били в грудь, живот, иногда попадали в висок, так что искры сыпались из глаз. «Подправь забор», – кричал один брат второму, и тот выбивал Потемкину зубы. «Рождество, покаж!» – и сыпались удары в лицо. Кровью Потемкина было забрызгано все вокруг. Кто-то из них, либо Орлов, телосложением большой, либо Григорий Александрович, любили, переодевшись в платье простолюдина. Извините, я ее не разделяю, но она существует. Ходить по самым грязным борделям и притонам Санкт-Петербурга. Вы знаете, это такая достаточно рискованная версия. Ну, кто от хорошего переходит и впадает во всякую мерзость. Но она в литературе кочует. И вот где-то они встретили, и тут ему что-то выбило, тот остался без глаза. О том, что глаз выбит, это, конечно, преувеличение. Глаз остался. И повязку Потемкин носить не любил. Надевал изредка, когда больной глаз слезился. Художником позировал запросто. Но теперь выставлял на обозрение здоровую половину лица. С приобретением такого физического недостатка в глазах Екатерины Потемкин только выиграл. Стал более сексуален. Безусловно, Екатерина любила разнообразие. И предположить, что Потемкин привлек Екатерину не только красотой, блеском, но и какими-то качествами, которых она еще не знала и захотела вкусить, тоже вполне логично. Мы можем допустить, что до этого еще в ее жизни не было. Он отличался от остальных. Ее это привлекло. Любовные отношения Екатерины с Потемкиным давно обросли мифами. Вот один из них. Как-то стареющую Екатерину стало подводить ее железное здоровье. Участились короткие, но глубокие обмороки. Лицо ее искажали нервные тики. Иногда императрица заговаривалась и несла явную чепуху. Понятное дело, поправлять императрицу на людях не позволено никому. И тогда именно фаворит Потемкин нашел выход из положения. Теперь, если Екатерина говорила глупость, он открывал табакерку. Наверное, так она и пристрастилась к табаку. Глупости становилось все больше, табакерка открывалась все чаще. Табакерка была как мода, но Потемкин не мог пересягнуть и никогда не переступал этой грани. Он публично ее никогда Катенькой не называл. Это все легенды и байки. Однажды Потемкин Екатерине изменил. Увлекся дворцовой горничной. «Уберите ее с глаз долой», приказала Екатерина, и секретарь царской канцелярии бросился исполнять желание. Бедную девушку заживо замуровали. «Зачем же так строго?» спросила потом Екатерина в недоумении. «Я же просто просила заключить ее в тюрьму, чтобы не смело соперничать с императрицей». Этот факт проявления ревности Екатерины к своему «Циклопу», так дразнили Потемкина при дворе, до сих пор и не подтверждают, и не опровергают. «Она могла даже, понимая какой это алмаз в личностном, в административном плане, она могла даже прощать государыне великодушно вот эти вот, его отдельные, один или два, недостатком измены, которые она не прощала». Известно только, что с тех пор место в спальне императрицы Потемкин потерял. А Екатерина стала держать фаворитов фактически в заперти, чтобы, рассказывая Потемкину о новом увлечении, непременно подчеркнуть, он мне никогда не изменяет. «В каком-то смысле это такая растянутая во времени месть, и такой способ самодовлетвориться». Каждый новый фаворит Екатерины будет значительно моложе предыдущего. Григорий Орлов был моложе Екатерины на пять лет, Григорий Потемкин на десять лет, потом пошли фавориты моложе лет на пятнадцать, потом на двадцать и даже на тридцать. «Конечно, это была компенсация и ей было необходимо постоянное подпитывание уверенности в своей женской привлекательности. И тем, чем сильнее и могущественнее она становилась, тем больше она могла себе позволить». Официальный список фаворитов Екатерины Великой – небольшой. «Циферная сторона. 21, 23, 25, выше 28 цифру я не встречал». «Народная молва, а в России всегда помнили, что Екатерина немка и потому не любили, увеличила список в десять раз, доведя количество любовников Екатерины до трехсот человек. И это, конечно же, преувеличение». «Большие люди обрастают большими мифами. И поскольку Екатерина вознесла фаворитизм так высоко, собственно говоря, она заставила это явление служить России. В этом ее заслуга». «Нравится это кому-то или нет, но без Потемкина не было ни Севастополя, ни Екатерина Слава, ни Херсона. И, в конце концов, не был бы присоединен Крым, потому что план присоединения будущей Новороссии и Тавриджевской губернии исходит именно от Потемкина. «Некоторые фавориты действительно были умны и в политике или армии очень успешны. Некоторые были красивы и обязательно любимы императрицей». «Подмечено, что государыня не сближалась с мужчинами, подчеркиваю, некоторые ей не нравились, а к которым она не испытывала никаких чувств, грубо говоря, которых она не любила». А вот любили ли они и оставались ли верны своей престарелой Екатерине? «Ну, честно говоря, не стоит слишком уж прямо жалеть ее партнеров, потому что давайте не будем сбрасывать со счетов, что она была императрицей. И приближение к такой особе сулило очень многое». «Ну, Екатерина II, она крутится возле божества. Там бессмышленным надо, безбашенным быть, чтобы что-то думать на этом плане». Да они ничего не думают. Они живут, восхищаются, передают сплетни, они сходят с завороженными открытыми ртами и ценят какие-то там фетиши, которые падают вокруг нее». Фаворит Дмитриев Мамонов. Императрице было уже почти 60, когда она влюбилась в 30-летнего адъютанта Григория Потемкина. К слову, именно Потемкин, уйдя из спальни императрицы в большую политику, стал поставлять ей молоденьких фаворитов. Связь с Мамоновым длилась почти три года. Неожиданно Екатерина узнала, ее фаворит влюблен в другую, молодую и красивую фрейлину. «Постояли они на клинике, можете представить муки Екатерины Второй, которая, ну что ж, дети мои, я вас прощаю, будьте счастливы». Это была ее проблема, она не могла показывать никакие суперстрадания. «Улыбка, вы свободны, вот тебе имение, ступай». Уже через год после женитьбы на молодой и красивой экс-фаворит разочаровался в жене и попытался вернуться к императрице. Уж лучше старая, но могущественная, чем молодая и ничтожная. Но Екатерина Изменника не простила. Екатерине очень не хотелось стареть, ей очень хотелось нравиться, ей очень хотелось, чтобы все-таки возле нее был мужчина, который ею восхищается, для которого она единственная неповторимая, и она действительно создавала вокруг себя, именно создавала, даже не вокруг, а только возле себя, у нее ведь всегда была только по одному фавориту, одновременно. Создавала возле себя вот такой образ. Насколько разные ее фавориты соответствовали созданному ей образу, это уже совсем другое дело. Одного из своих фаворитов, Александра Ланскова, Екатерина любила как сына. Он был младше ее на 30 лет. В политику не лез, был умен, красив, послушен и очень усерден в постели. Ведь с возрастом, и это отмечают многие биографы, Екатерина становилась все ненасытнее в любви. Может, была больна? Немфомания – это следствие каких-то причин, как правило. Это может быть проблема опухолей, яичников, головного мозга и так далее, многих других заболеваний. Поэтому, если мы говорим о нашей героине, то здесь можно допустить ее гиперсексуальность как следствие, возможно, каких-то сопутствующих гинекологических заболеваний. Позднее говорили, желание доставить императрице небывалое сексуальное удовольствие свело ее молодого фаворита в могилу. Он, как мужчина, наверное, не мог себя где-то заставить быть близким Екатерине, и в этом ему помогали врачи. В конце 18 века алхимики торжествуют. Фавориту уже нет нужды ломать голову, как не оплошать в постели с престарелой любовницей. Поможет напиток из шпанской мушки. То, что называется в простонародье шпанской мушки, это обычные шучки, в организм которого входит так называемое вещество конторидин. Попадая в область малого таза, то есть там, где расположены мочеполовые органы, мочеполовые пути, и конторидин вызывает локальное воспаление. Посредством этого механизма возникает у людей у мужского пола эрекция, у женщин возникает зуд в области мочеполовых путей. Однажды Ланскому стало плохо, а через 5 дней невыносимых страданий он умер. Это не белковая субстанция, это яд. И его токсическое действие при его переизбытке может вызвать действительно летальный исход. Почти 9 месяцев Екатерина скорбела по умершему фавориту. При дворе говаривали, императрица угомонилась, но прошло время, и новая любовь разожгла ее сексуальное желание. В народе о любвеобильности императрицы слагали легенды. Так, когда она умерла, говаривали, что ее раздавил поднятый на веревке жеребец, с которым она, о ужас, пыталась совокупляться. На самом деле все было иначе. Хотя и умерла Екатерина II в разгар очередного любовного романа. Они встретились, когда ей было уже за 60, а ему едва исполнилось 22. Екатерине было 67 лет, когда ее сердце покорил 20-летний красавец, офицер Зубов. Причем страсть была настолько сильной, настолько явной, что Павел, обиженный, оскорбленный поведением матери, перестал с ней разговаривать, практически даже не здороваясь, оскорбляя тем самым вообще этикет придворный. Но, похоже, Екатерину это не очень волновало. Что касается смерти, Екатерина II настигла на императрицу в неожиданном месте. Екатерина ввела впервые при дворе в отроклозет. До этого нужники царские ничем не отличались от деревенских. Самым необычным фактом является то, что смерть встретила Екатерина именно на этом стульчаке. По этому поводу даже были опять-таки мифы, что убил ее якобы карлик-поляк, который сидел под этим стульчаком и вонзил в нее нечто. Умерла Екатерина в 67 лет от кровоизлияния в мозг. Была ли это смерть от нимфомании, как сплетничали в народе? Возможно. Женщина, страдающая ожирением, атеросклерозом, теми заболеваниями, которые в конце концов приводят к развитию вот таких серьезных осложнений, как инсульт. Другой вопрос, что сексуальная активность могла спровоцировать развитие инсульта. Несколько человек перенесли тело из уборной на кровать. Екатерина пришла в сознание. Из груди ее вырывались стоны, хрипы, горлом шла пена. Из-за этого ее даже причастить на смертном Андре не смогли. Но зачем ей причастие, если она поклонялась не Богу, а только на любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok